Доброго ранка! Правильно, молодцы! Сегодня международный день анимации! Виншую у всех аматоров мультфильмов! О, некое свято началось без нас? Мы все пропустили? По-перше, привитание, Кася! Привитание, привитание, Лесик! Доброго ранка, Лесик! Витаем вас, девчинки и хлопчики! Рады вас башить, Кася и Таня! Вы амаль свеечасова! Долучайтесь до святкования Международного дня анимации! Ах, восемь чем справа! Ты чудовно подрыхтовался, Лесик! Так, ты молодчина, а як будем святковать? Без перапынку мультик глядеть? Что ты, Кася, гэта было б вельми банально! Я творча подышел до гэтага свята и подрыхтовал! Торт с фигурками мультяшных героев? Да не, який из меня кондитер! Я подрыхтовал мультяшную викторину, якая выявить, хто саправды знаутся мультфильмом! Да, так это я, Лесик! Мультики – моя стихия! Упэлнена, что не только ты! Наши глядачи так сама досветчаны! Вот зараз мы и проверим! Пачинаем викторину по мультфильмах! Девчинки и хлопчики, долучайтесь до нашей святочной мультяшной викторыны! Только попередживаю, что я усё ведаю, и навод больше! Ну-ну! Увага! Першая пытанья! Чему снежная королева забрала хлопчика Кая у своё королевство? М-м-м! Чему, 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 чему? Бо Кай ёй спадабаўся! Бялявы такі прыгожанці! А ва сіне, Кася, неаправільна! Таня, а ты што скажеш? Усё было на двору ад Кася! Снежная королева забрала Кая, таму што ён абразю ёе, абяцайчо пасадзіць на гарачу печку! Саправды, віншую, Таня! М-м-м! Як так? Як прыгэта можна забыцца? Бывая, Кася! Але не засмучайся, викторына толькі пачалася! У-у-увага! Дрогое пытання! Слыхаем! Чему у паштальона Печкина был кепский характер? Зараз, зараз, подчекайте. О, напыл на тому, что я мушавку прострелили на вылёт. Не, у Печкина и дагытых характер был дремный. Ну, чему ж тады? Девчинки и хлопчики ведают? Послухаем, что я не отказываю. Ну, я дома, потому что у него не было ровара. Правильно, сябры. А як только Печкина трымал подарунок ровар, характер его значно полепшился. Да, пригадала. Так и было. Малайцы наши глядачи. Наступное питание. Увага. Кто из персонажа увядомого мультфильма сказал «Я не прагну, я господарливый»? Я ведаю, кому належать хитые слова, а ты, Кася. И я, докладно, ведаю домовику Кузи. Я не прагну, я господарливый. Так, еще одно питание, тимультик. Еще одно, хочу замацаваць свою перемогу. Паспробуй. Увага, чаму вослик Иа заусёды был упрыгнеченным настрои. Подказываю. Справа зусимню в его темпераменте. У Иа была реальная причина. Веды, веды. Таму, что он сгубил свой хвост. Выдатна, Кася, блескучий отказ. Не глядячи на помылковые перши отказы, напраконцы ты выправила свою репутацию. Эксперта по мультиках. Ну, не эксперта, а, скажем так, аматора. Сгодно. Великого аматора. Дякую, Лесик. Мне сподобалась и твоя мультяшная викторына, присвеченная Международному дню анимации. Мне так само. А зараз давайте поглядем мультфильм. Крот и годинник, сябры. Сдаётся мне, что с этой знаходкой житё кротика и его сябров станет больше динамичным. Почнуть жить по годиннику, как мы с вами. Худко убачим протяг этой истории. А поколь хочу вас спытать. Те ведаете вы, на какой планете день и ночь протягиваются стольки часу, кольки и на Земле. На месяцы? Месяцы с подорожник Земли, а не планета Кася. Может, на Марсе? Правильно, Таня. Марсианские сутки складают 24 годины 39 хвилин, что вельми близко до земных суток. Коли у будущих земляне освоить Марс, не будет проблем с прозвучанием до марсианских часу. А ящичай, там вельми слабое притягнение. Тому там лёгко скакать у вышиню. А які отсуды отбываються на червоной планете с вагой, ведаете? Не, які, рассказывай худшей. Наприклад, чалавек с вагой 65 килограммов на Марсе будзе отшувать себе на 25 килограммов. Усяго не можа быть. Гэта правда. И тады пяшчаные буры будз для яго вельми небеспечными. Чалавека просто сдуе ветром з Марса. Ай-яй-яй. Не хвалюся, Касишка. Без скафандра там никто не отважится гулять. А скафандр важить амаль 100 килограммов. Так, без скафандра на червоной планете нияк не обыстися. Бо марсианская атмосфера амаль 90% складается с вуглекислого газу, яким немахчимо дыхать. Што ж, сябры, пропоную вертаться с Марса на Землю, где лёгко дыхать и текаво глядеть в протяг мультфильма. Так и думала, так и думала, что гадинник спынется. Не хвалюйся, мышка обовязково знойде ключик. Меж иншим, у моего дядули захавауся таки старожитный гадинник, який заводится ключиком. И працуй ваш ретро-гадинник? Працуй, только треба яго заводять час от часу. Да, зараз усьё значно простей. Поставю батарейку и забылся. Так, ти зародил и нияких турбот. Слухайте, а давайте уж что-нибудь погуляем. Пропоную веру-неверу. Я не супрать, на якую тему будусь пытанье. А давайте про сову. Якой у мультику так перешкаджал гадинник кротика и яго сяброл. Давайте, мне так подобаются совы. И мне так само, бо сова – символ мудрости. Что ж, рыхтуй пытанье наш разумник. Без проблем. Наш помощник готовы. Дякуй, заразной день займальной известки про сову. Так, тікавыя факты про сову. Ёсть! Ага. Вы с глядачами поколь мультик поглядите, а я тем часом подрыхтую пытанье. Сябры, глядзем про тяг историй про кротика и гадинник. Ха-ха! Саваш усёж таки вырешила проблему с тіканем гадинника. Знесла яго з лесу. Далее дупла. Разумная птушка. Гэта тик-так-тик-так так докучала ёю савянятам. А як же кротик сябрами, які призвычайліся жыць у динамічным темпі гадинника. Про гэта мы доведуемся у опошній части мультфильма пасля нашей гульни. Дарэча, ты паспіў, лесік, падрыхтаваць пытанне про саву? Я шэ пытаеш, ў мяне ўсё гатова. Давайте пачынаць гульню «Веру-ня-веру». Слухайте першэе пытанне. Вы ведайцэ, што савы выклюшна ночныя птушкі, ці верыцэ вы, што днём яны спяць. Да, верым-верым. Савы лётаў толькі ўначы і гухаюць, наводзэч жах на лясных жыхароў. Гэта не так. Зноў ты спяшайся, Кася. Як не так? Ёсцццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц Ну, добро, буду ведать. А зараз другое питание. Ти верите вы, что вочи у совы абсолютно нерухомые? Ты хочешь сказать, что я ей вочи не поворачиваются ни у права, ни у левых? Ни у який бок вочи совы не поворачиваются. Яны нерухомые, веришь? Так совашь позирание только на перед. Не, не веру, Лесик. А я веру. Вочи у совы нерухомые, зато еще я празмерно рухомые. И твой отказ правильный, Таня. Капперавести погляд, сова вымушена поворачивать голову. И поворачивая я ей она аж на 270 градусов. Гэта означая робить 3-4 полного оборота. Хм, кали так добро поворачиваются шея с головой, вочи могут заставаться нерухомыми. Так, и удалечени совы левш бачать, чем взблизку. Эх, покой, что мне не обельми шансую у пытаниях про сову. Я ще одна спроба, Кася. Только не спешайся за отказом. Паспробуй, олень, обещаю. Ты ж меня ведаешь, я худкая. Что не за все дают обе на корысть. Увага, те верите вы, что полет совы целком безгучный. Хм, у ей некие особливые бесшумные перы. Так, веришь? Махчима. Букали сова будет лопатать у полете, як вертолет, то наполохай с добычу. И застанется холодной. Так, мы верим, Лесик, что сова лёта безгучна. Правильно, малайчинки. Такая корыстная особливость допомагая совам у ночным поляване. Так, дякую, Лесик, за цикавую гульню про незвычайных птушек. Рады, что вам сподобалося. А зараз час доведаться, як будуть жить кротик и его сябры без годинника, які знесла мудрогелистая сова. Давайте худшей глядеть. ДОБРОРАНКУ ДОБРОРАНКУ! ДОБРОРАНКУ!